35 лет назад, 15 февраля 1989 года, условную линию государственной границы СССР пересекли последние пограничные отряды. Завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятной не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов, которые участвовали в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. Военная операция в Афганистане и сегодня отзывается болью в сердцах многих россиян. Памятный митинг прошел у мемориала воинам-интернационалистам. Афганский конфликт был самым масштабным, самым узнаваемым военным конфликтом со времен Второй мировой войны, когда советская армия встала на пути распространения терроризма и наркоторговли. Уважаемые ветераны, выражаю вам искренние слова благодарности, ведь сегодня наша основная задача сохранить подвиг воинов-интернационалистов. На митинг пришли ветераны, участники боевых действий в Афганистане, совет ветеранов труда, руководители города, военнослужащие, студенты, школьники, курсанты военно-патриотических клубов. Горожане собрались, чтобы отдать дань памяти всем, кто причастен к трагическим событиям войны в Афганистане, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. Эта дата священа для всей нашей страны. В этой войне погибло более 15 тысяч солдат и офицеров. Многие тысячи людей стали извалидами, гухими, слепыми, без рук, без ног. Но наш долг – помнить, сечить, память всех, кто участвовал в этой войне. В афганской войне погибли саровчане – старшие лейтенанты Игорь Бабичев и Евгений Пичугин, капитан Сергей Худяков. В митинге традиционно участвовало молодое поколение, для которых важно узнать о подвиге, героизме и мужестве своих земляков. Важно помнить, как солдаты, офицеры отдали жизнь, защищая Родину. Потому что афганская война забрала много жизней, а многие об этом даже и не знают. Поэтому важно помнить об этом. Память погибших почтили минутой молчания. Также у мемориала возложили цветы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.